Вопрос 1393. В настоящее время очень много людей, которые страдают, мучаются, находятся в отчаянии. Что им делать? Ответ из книги «Открытым оком», 4 том. А чтобы отчаяния не было, надо всем вернуться к Богу, да по-настоящему, не так, как некоторые, которые говорят «Я крещеная». Да что толку, полная бездна набита крещенными. В церковь ты не ходишь, не молишься, не каешься. Душа твоя погибает. Про таких людей святые отцы говорят, что они будут испытывать очень много скорбей в этой жизни, всякого рода тревог и болезней. Конец цитаты. Юрасов, отец Амвросий. Игла, Игнатий Лапкин. Если таких людей бездна, которые были крещены, почему же ни разу священник не ставит вопрос, кто же их накрестил? Или что, такой вопрос запрещено ставить? Он слишком опасен? В Барнауле преподаватель университета АГТО Цепенникова Евгения Павловна пять лет проводила исследования над тремя тысячами студентов. Она ходит в церковь, поет на клиросе. Опубликовала материал в церковной газете «Алтайская миссия». Статья. «Из мрака язычества». Кавычки открыты. Вот уже четверть века я работаю преподавателем вуза. Крещена девять лет назад. Воцерковилась ли? Во Христа крестилась, но облекаться во Христа – труд всей жизни. Регулярно посещать храм стало только тогда, когда Господь привел петь на клиросе. За пять лет преподавания в Алтайском государственном техническом университете мне пришлось встретиться с тремя тысячами студентов. На протяжении пяти лет с 1994 по 1999 год я проводила анкетирование. Было опрошено 3000 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Это студенты первого-третьего курсов. 14 факультетов, 100 групп. Опрос показал. Первое. 0,3% безоговорочно считает себя православно верующими, исповедуется и причащается. Второе. 50% никогда не задумывались над проблемами веры. Третье. 2000 студентов, это 66,6% считают православие устаревшим, церковь, стяжательницей, служителей ее маркобесами или неискренными людьми, которые служат не Богу, а себе. Четвертое. 2500 человек, это 83,3% считают, что в молодости надо грешить, а в старости каяться. Пятое. 99,7% не смогли объяснить, чем православие отличается от других мировых религий в вопросе о спасении. Седьмое. 2990 человек, это 99,06% считают веру признаком слабости и ущербности, недостатка образования. Восьмое. 2990 человек, 99,06% не смогла объяснить смысл слов покаяние, грех, смирение, промысел Божий, молитвенные правила, символ веры. Девятое. 900 человек, это 30%, сторонники или участники тоталитарных сект, среди которых наиболее популярными является саентология, ивановцы, кришнаиты. Десятое. Не видят в этих заблуждениях опасности, считают, что верить можно как угодно и во что угодно, 99,06%. Не считают опасным экуменизм. Одиннадцатое. 99,06% не знают молитвы, не умеют себя вести в храме, не понимают духовного смысла поста. Двенадцатое. При этом крещенных православную веру 97,5%. Конец цитаты. Евгения Цепенникова, Алтайская миссия, номер 10, 76, июнь 1999 года, МПРПЦ, Московская патриархия, Русской православной церкви. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Кавычки открыты. Когда я встретился с Евгенией Павловной, рабочий телефон 36 78 65, а домашний телефон 34 93 96 и 42 43 97, Прочитав эту статью, чтобы поблагодарить ее, то она искренне испугалась, когда я ей растолковал подлинный смысл того, что она напечатала. А результат таков. Из 300 лжекрещенных в Московской патриархии едва ли лишь один что-то знает из того, что совершается в храме. Если бы вопрос стоял о том, что знают эти три человека из тысячи и десять человек из трех тысяч по Библии, по канонам, то едва ли она нашла бы и одного. Иоанн Златоуст говорит, цитата, «Если одна овца погибнет по твоей небрежности, о священник, то тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить вину». Конец цитаты. А здесь погибает 2990 и 10 под вопросом. При личной встрече с епископом Антонием, фамилия Масиндич, «В епархии мы долго беседовали с ним, более двух часов, и я показал ему эту газету и эти успехи». Слово взято в кавычки. «Его епархии». И он искренне сокрушался, говоря, «А что я могу сделать? Я их посылаю работать, а они воруют». Подарил ему эту газету, сказав, «С этими результатами явитесь на суд Божий», он сказал. «А я даже и не знал про эту газету. Как-то она прошла мимо». Попросил его выдать похвальный лист Евгении Цепенниковой. Такие материалы на дороге не валяются. И сказал ему, «А нас было пять человек с нашим епископом Евтихием Курочкиным». «Почему же вы так распустили вожжи и не наказываете своих священников и работников, о которых патриарх Алексей II сказал?» «Каких бандитов напринимали в церковь?» Официальная хроника Московской патриархии, номер 2, 1993 год, страница 18, номер 1-3, 1994 год, страница с 34 по 38, из речи на Московском епархиальном собрании. Епископ Антоний встал, осторожно открыл дверь своей приемной, выглянул за дверь и смущенно сказал, «Боюсь, подслушивает, недавно было покушение от своих же». «Нам всем стало страшно и жалко его заложника насквозь пропитанной мафиозными структурами МП Московской патриархии». Кавычки закрыты. 8 июля 2001 года «Епископ Антоний внезапно скончался в возрасте 41 года». Прочитайте своим прихожанам и монастырским жителям эти данные из епархиальной газеты и не думайте, что у вас что-то лучше. Ни в одном своем ответе вы, Юрасов, отец Амросин, ни разу не ставите вопрос, каким путем мы дошли до этого. Крещеных в бездна, и они находятся в бездне. Это вы знаете. Почему же вы их допустили до крещения? Они работали с ними, крестильщики. Без уверования во Христа, без длительной катехизации, крещение должно быть повсеместно запрещено, под страхом анафемы священников и извержение из сана навсегда, как нераскаянных разбойников. Трубите тревогу, что души, погубленные вами, ненаученные, согласно ваших слов, живут не во Христе и являются готовой добычей сатаны. Все вопросы, которые задают вам, отец Амвросий, люди, ведь они же стоят в храме, не на площади, и вы говорите, что эти вопросы, напечатанные вами, всего лишь малая часть того, что вам задавали. Можно предположить, что вы отобрали наиболее интересные, как вам показалось, поучительные вопросы. Притом люди в одном вопросе выражают далеко не все, а только самое тревожное. Эти вопросы о явлении бесов, об унынии, отчаянии, нелюбви и о многом другом. Что должно быть исторгнуто вами из них давным-давно? Неужели вам нравится управлять такими людьми, совершенно ничего не знающими, задающими такие вопросы, которые задают бабки на улице? По этим вопросам видно, что вы стоите на развалинах, ибо это ваша паства. Ведите эту паству прямо ко Христу, по Слову Божию, начинайте ими заниматься, и все изменится. Христос воскрес, а если бы не так, то все бы светлое давно окутал мрак, и солнца правды не узнали б мы, и не было бы выхода из тьмы. И если б он из гроба не восстал, нам чужд бы был высокий идеал, и даже в мыслях мы бы не смогли подняться над растлением земли. Он жив, а если бы он не жил, то мир давно б уже похоронил живое все, что есть в душе у нас. Пытался сделать это он не раз. И если бы тот камень гробовой не отнят был всесильной рукой, то и сейчас бездушный садукей мог правду бы скрыть под грудою камней. Та весть прошла через грани всех веков и через границы всех материков. Ни варварства, как видим, ни прогресс, не заглушили песнь Христос воскрес!